Здравствуйте! Тема нашего учебного занятия – ковалентная неполярная связь. Прежде чем начать изучение новой темы, давайте повторим понятия с предыдущего занятия. Итак, химическая связь – это взаимодействие, которое связывает отдельные атомы в более сложные системы, молекулы, кристаллы и другие. Причиной образования химической связи является стремление атомов к устойчивому состоянию. Условием образования химической связи является понижение полной энергии многоатомной системы по сравнению с суммарной энергией изолированных атомов. Природа химической связи – электростатическая. В зависимости от способа соединения атомов все химические связи в веществах были поделены на ионную, образуется между ионами, ковалентную – связь между атомами в молекулах за счет общих электронных пар и металлическую – между атомами элементов металлов. Сегодня мы рассмотрим ковалентную связь. И начнем с образования молекулы водорода. У каждого атома водорода на внешнем электронном слое находится по одному электрону. Чтобы электронная оболочка была завершена, атома водорода не хватает одного электрона. Атом водорода должен приобрести устойчивую оболочку, как у его соседа по периоду гелия. При взаимодействии атомов положительно заряженное ядро каждого из них притягивает к себе электронное облако другого. В результате электронные облака перекрываются и возникает область повышенной электронной плотности. Между атомами возникает прочное взаимодействие, которое и называется химической связью. Каждый атом водорода получил недостающий электронно-внешний слой. При этом образовалась общая электронная пара, которая принадлежит обоим атомам одновременно. Точками обозначены валентные электроны. Две точки – общая электронная пара. Формулы, в которых изображаются все валентные электроны атомов, называются электронными. Если обозначить электронную пару черточкой, получается графическая или структурная формула. Черточка обозначает ковалентную связь. Ковалентная связь – это химическая связь, возникающая в результате образования общих электронных пар между двумя атомами. Она делится на полярную, которая образуется между атомами разных химических элементов неметаллов, и неполярную, которая образуется между атомами одного химического элемента неметалла за счет общих электронных пар. Рассмотренный пример образования молекулы водорода относится к образованию ковалентной неполярной связи. С помощью ковалентной неполярной связи соединены атомы в таких простых веществах, как кислород, азот, хлор, йод, алмаз и графит, белый фосфор. Рассмотрим образование ковалентной неполярной связи на примере молекулы хлора. Атомы хлора имеют 7 валентных электронов. При составлении электронной формулы следуйте правилу. Вначале запишите по одному электрону по четырем сторонам света, а после добавляйте недостающие. До завершения внешнего слоя каждому атому не хватает одного электрона. Атом хлора должен приобрести устойчивую оболочку, состоящую из 8 электронов, актет, как у его соседа по периоду аргона. При сближении атома хлора происходит перекрывание электронных облаков, их неспаренных электронов. Эти электроны становятся общими для обоих атомов и называются поделенной электронной парой. Пары электронов, которые не участвовали в образовании ковалентной связи, называются неподеленными. Еще раз обратите внимание, что при составлении графической формулы каждая пара электронов обозначается черточкой. Одна общая электронная пара называется одинарной связью. Образование молекулы кислорода происходит аналогично молекуле хлора. Но для завершения внешнего слоя каждому атому кислорода не хватает 2 электрона, так как у него 6 валентных электронов. Поэтому 2 атома кислорода при образовании молекулы обобщисляет уже 2 пары электронов, образуя октет. При этом атомы связываются двойной связью, так как в ее образовании участвуют 2 общие электронные пары. При образовании молекулы азота происходит перекрывание электронных облаков трех неспаренных электронов каждого атома азота. При этом между атомами возникает тройная связь, так как она образована 3 общими электронными парами. Двойная и тройная связь называются кратными связями. Обратите внимание, чем больше электронных пар связывает 2 атома между собой, тем меньше расстояние между их ядрами, тем прочнее образовавшаяся химическая связь. Это означает, что тройная ковалентная связь самая прочная. А теперь давайте повторим основные понятия темы. Ковалентная связь – это химическая связь, возникающая в результате образования общих электронных пар между двумя атомами. Ковалентная неполярная связь – это химическая связь между атомами одинаковых химических элементов неметаллов. Ковалентная связь, образованная одной электронной парой, называется одинарной, двумя – двойной, тремя – тройной. На этом наше учебное занятие закончено. Обращаю ваше внимание на то, что необходимо выполнить тестовое задание модуля. Всего вам доброго!